Великая любовь Ты больше силы своего народа Наша крепость и скала Не больше жизни, ярче солнца Великая любовь твоя Пока мы живем Мы будем славить тебя Мы будем вечно славить тебя Пока мы живем Мы будем славить тебя Мы будем вечно славить тебя Ты святой, святой, святой Мы превозносим твое имя Выше небес Ты святой, святой, святой Мы превозносим твое имя Выше всего ты святой, святой, святой Мы превозносим твое имя Выше небес И святой, святой, святой Мы превозносим твое имя Выше всего, выше небес Только ты один достой Слава тебе, святой, 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 святой Мы превозносим твое имя Только ты один достой Все честь, все славы Все хвалы наш Бог Слава тебе Прими хвалу из наших сердец Иисус Наша душа кричит к тебе Наш душ зовет тебя наш Бог Мы любим тебя, Иисус Мы любим тебя, наш Иисус Спасибо тебе, Бог Спасибо тебе, любимый Что ты пришел на эту землю Ты пролил свою драгоценную кровь За каждого из нас Спасибо, родной За кровь твой За голову твою За раны твои, Бог За боль твою За победу твою, Иисус Спасибо Спасибо, любимый наш Ты такой прекрасный Ты такой чудесный Ты любимее всего И ценнее всего Нет тебе подобного Бог Твои дети кричат тебе Иисус Твои дети жаждут тебя Наш пол Твои дети сголодались Твои дети и сомли Наш пол Ты лучше нас Прикасайся любви Прикасайся к нам Прикасайся к нам Прикасайся Захватывайся 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 Никогда Ведь больше Жизнь Ярче солнца И дикая любовь Твоя Ты чистый в сердце Приведёшь К победе И верных Я старше Никогда Ведь больше Жизнь Ярче солнца И дикая любовь Твоя Пока мы живём Мы будем славить тебя Мы будем вечно Славить Тебя Пока мы живём Мы будем Славить тебя Мы будем вечно Славить Тебя А ты Святой 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 Мы превосносим твое имя Выше небес Святой 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 Мы превосносим твое имя Выше небес Святой 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 Мы превосносим твое имя Выше небес Ты святой наш Бог, ты всевозможный, ты настоящий, ты реальный, ты живой наш Бог. Слава тебе, Иисус! Слава тебе, наш Бог! Слава тебе, Иисус! Слава тебе, наш Бог! Слава тебе, Иисус! 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 Захватывай! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Твоя любовь у меня, твоя любовь у высота, совершенная, безграничная, чистая. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Дмитрий Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok Дмитрий Субтитры создавал DimaTorzok 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 Мы пророчествуем новое. Мы жаждем видеть славу Твою. Мы жаждем видеть славу Твою, Иисус. Мы жаждем видеть славу Твою, наш Бог. Иисус, мы жаждем земля. Мы жаждем живого Бога. 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 А прикасаться Бога, Из меня наши жизни, Пусть каждый выйдет сегодня из этого помещения Просто в голову Пусть увидит этот свет по-новому Пусть увидит тебя по-новому Кто обновляетесь Обновляет Обновляет, любимый наш Открывающий глаз Пусть и свет придет Твой свет Твоя праведность Твоя чистота Твою дыхание Вдохни наш жизнь свою Вдохни наш жизнь свою, Иисус Оживляй наш дух Оживляй наш дух Сохватывай свои лица Все пzte Все пузы, все пусты Вдохни наш дух Субтитры создавал DimaTorzok Мы идем в тебя, Иисус, мы идем в твою глубину, мы идем в глубину твоего сердца, мы идем в тебя, в твою атмосферу, в твою атмосферу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Иисус живой. Доброе утро, семья! Иисус воскрес! Доброе утро! 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 Мы не понимаем, что такое вечность, потому что нам кажется, что мы там не живем, но мы уже там, потому что мы жили в прошлом, мы живем в настоящем и мы планируем наше будущее, мы живем в вечности. И не важно сегодня, веришь ты в Иисуса Христа или нет, ты все равно живешь в вечности, потому что то, что создал Бог, оно не умирает. То есть, его, помните тему, оно и полностью состоит из земли, из глины, но то, что вложил Бог туда, это вечно. Сам Иисус учил, а также учили его апостолы, Иисус, помните Павел, это очень хороший пример, даже не будем брать Иисуса Христа, человек, который учил прошлое в настоящем, из этого настоящего он говорил о будущем. Павел, он всегда свидетельствовал о своей прошлой жизни, он говорил, да, он вставал на площадях и говорил, я убивал, я гнал христиан, он признавался, что он убийца, он говорил о своем прошлом, и он не убегал от своего прошлого. Но он говорил о будущем, о вечной жизни, об Иисусе Христе. Очень важный момент. Смотри, твоя прошлая жизнь полностью взаимосвязана с настоящим, твоя настоящее полностью взаимосвязано с будущим. И вот эта цепь, она всегда вместе. Люди, не разрывайте вот эти цепи, прошлое, настоящее и будущее. Все, что было в твоем прошлом, оно привело тебя в настоящее, и оно настоящее приведет тебя в будущее. Если посмотреть во временных рамках, то настоящее, оно стоит как бы посредине, между прошлым и будущим. И это, если взять, посмотреть, это весы. Ты здесь настоящим принимаешь решение, принимаешь тебе сегодня встать, пойти тебе в церковь, пойти тебе на работу или еще куда-то. Ты принимаешь решение сегодня повернуть, сделать, жениться, выйти замуж, уехать, отдыхать и все остальное. Ты делаешь это все в настоящем. Но настоящее, где ты берешь анализ в прошлом и потом воплощаешь в будущее. Я понимаю, что нелегкие темы, но старайтесь понять. Нет, есть конспекты, которые на сайте можно еще раз просто прочитать. Я хочу донести, что не убегая от своего прошлого, а настоящего и будущего, ты живешь в вечности. Ты полностью живешь в вечности. И я говорю для всех, кто даже не верит в Иисуса Христа. Все люди живут в вечности. Невозможно тебя с вечности выдернуть, потому что ты дыхание Бога. В настоящем ты не увидишь глобальные изменения в своей жизни. В сегодняшнем дне ты не увидишь то, что ты хочешь увидеть завтра, понимаете? Все, что ты видишь сегодня здесь, ты видишь определенные действия, небольшие действия, временные действия. Но они толкают тебя намного дальше. Когда ты выбрал сегодня прийти в церковь, когда ты выбрал прийти на служение, поверь, это действие толкает тебя еще дальше. Когда ты выбрал Иисуса Христа, когда ты выбрал путь поехать на энкаунтер, твое будущее, оно по-другому будет идти. Многие боятся изменить свое будущее и живут по накатанному. В такой момент, знаете, что он нас удерживает во времени? Многих удерживает во времени. Это чувство. Чувство обиды, чувство недоверия, чувство непонимания. Во времени нас удерживает то, к чему ты прилип в своем прошлом. Ты живешь в настоящем. Ты засыпаешь в настоящем. Просыпаешься в будущем, но живешь в прошлом. Понимаете? Так что здесь ничего не меняется, потому что ты живешь в прошлом. Твои чувства, они тебя держат во времени. Ты не можешь перейти в свое будущее. Ты даже не можешь жить в настоящем. Ты живешь в прошлом, потому что твои чувства не дают тебе покоя. Потому что год назад, возможно, ты перестал общаться с кем-то человеком, и у тебя огромная на него обида. И это прошлое, оно сегодня в твоем настоящем. Вот так понятно? Поступок, действия. И тебя все это ключит. И ты живешь в этом настоящем, но в прошлом. Я хочу, чтобы сюда приходили люди, и они изменялись. Чтобы каждый из вас выходил из этого помещения измененный и напитанный. Я верю, что придет время, что не будет проповеди больше, не будет никаких чтений Библии, что люди будут звуком исцеляться, люди будут просто собираться, и будет что-то сверхъестественное происходить. И это время, оно не за горами. Мы верим, что Вюсбург, он рванет, а уже надоело людям душевное. Все равно человек, он ищет духовного, потому что человек, он сам духовный. А душевность, это просто чувство. Душа, она изранена, избита, испоганена, исплевана. Но твой дух, он всегда будет стараться и выйти туда, где он был рожден. Я взял с собой Библию. Ну, не важно, современный, синодальный, английский, не важно, на каком языке здесь написано, это моя Библия. Я читаю современный перевод. Это тяжелый, я и не беру на служение. У синода поменьше было, можно было, в кожаном переплет. А современный вообще убрали с производства, нигде не купишь. Вообще нигде не купишь. Мы были в Литве, нам ребята привезли Новосибирск, Новосибирск привезли, в Москву, а с Москвы в Литву. Восемь Библии. Я хочу сказать, вы верите этой книге? Кто верит в эту? Поднимите руки, пожалуйста. Кто верит в эту книгу? Ну, конечно, кто читал. Да даже кто не читал, в нее верят. Она стоит на полках и с ужасом смотрит на нее. Там сила, все равно. Синиенькие эти, псалтырики, помните? Им всем раздавали, и ты их даже боишься выбросить. Тебе даже Яковы приносят книжечки, и ты боишься выбросить, потому что у тебя страх. Ну, что, не так? Да, а там страшно. А если выброжу, проклятие будет? Да это книга. Можешь ее выбросить, свою литературу. Важно, что там написано. И я хочу сказать, что ты сейчас получишь реальную свободу. Семья, просто перестаньте напрягаться и жить в этом мире. Перестаньте напрягаться, быть христианином. Смотрите, 1 Коринфянам 3, 22. Будь то Павел, Апоос, Кифа, или мир этот, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее, все это принадлежит вам. Все принадлежит вам. И 23 стих. Вы принадлежите Христу, а Христос принадлежит Богу. Подставь Богу славу. Все события твоей жизни принадлежат Богу. Все, что ты сделаешь, они принадлежат автоматически Богу. Я сейчас расскажу. Я сейчас вам конкретно покажу, как это происходит. Смотрите. Дьявол. Он что, подходил, спрашивал человека, слушай, а можно ли я, ты когда съешь плод, я вселю в тебя греховный плод, и это будет центром коммуникации, я буду тобой управлять. Ты будешь блудить, ты будешь пить алкоголь, курить наркоту, и все остальное. Ну, грехов очень много. Я не буду их перечислять. Сегодня не этот день. Так и Иисус Христос. Почему Он все принадлежит Христу, то, что принадлежит тебе? Когда Он пошел на крест, Он не спрашивал у человека, а можно ли я пойду и умру за твое прошлое, настоящее и будущее? Он не спрашивал у тебя, а можно я пойду, Он пошел и молился, Он взял своих учеников, тогда, говорит, не спите, бодрствуйте. Он пошел, набрался духовной духа, и пошел, чтобы испытать всю физическую боль. Он ни у кого не спрашивал, Он победил дьявола. И сегодня Иисус имеет полное право на каждого из нас, на все человечество. Не только на христиан, это тема не для христианина вообще, который в Боге 100 дней, неважно какое время. Может быть, ты об этом вообще не знал. Я говорю, что каждый из вас здесь сидячий. Я просто разрушаю все теории, все. Только через покаяние ты принадлежишь Иисусу Христу. Ты принадлежишь своего рождения Иисусу Христу. Ты принадлежишь дьяволу, который уже проиграл и Христу больше никому. Дьявол, он уже проиграл. Выбор. Человек должен сделать выбор, и Бог, он не претендует на то, что вокруг тебя. Он не претендует на все, что ты вокруг создал. И все, что ты вокруг создал, это для Бога мусор. Для Христа это мусор. Твоя там мебришка, квартира, это все мусор. Это то, что мы себе захотели и запланировали в этом мире. Я понимаю, что без этого жить невозможно. Без одежды, без обуви, без финансов, без ничего. Но это для Бога мусор. И Бог сказал, я приду и заберу свое. Бог приходит и забирает свое Христа, который живет в тебе. Он не забирает твое тело. Он забирает свой дух, который родил изначально. У человека должен быть выбор, где ему жить, в какой ему вечности. Ты вечный. Или ты будешь жить подсоединенный к дьяволу и будешь там находиться, где ему участь. Или ты будешь жить с Христом. А Христос принадлежит Богу полностью. Христос принадлежал полностью к Богу. Он не двигался и он не делал ни одного шага, не видя Отца Творящим. Христос, умирая за тебя, он не спрашивал, он взял и победил дьявола. Он сделал выбор и пойми, где будет победа. Там, где победа была ложью, когда дьявол подошел к женщине, к одной женщине, или где будет победа, где один, один человек в толпе был разорван людьми. Твой выбор сегодня быть вечности. в каком направлении. Я просил Бога, я говорю, Бог, дай мне тем по поводу этого праздника. Я не хочу, говорю, Папа, душевных тем, не хочу, чтобы погладить по душам и сказать, сегодня Иисус Христос, яички, там, все праздник, мы это все сделаем, мы будем отмечать Пасху, потому что для нас это особый день, для меня тоже. Я не так давно покажался, будет как пять лет моего покаяния, но я не жил в нем. Я не понимал, что моя жизнь принадлежит Иисусу Христу. Я не понимал этого, что до того момента покаяния Христос имел на меня полное право. Он имеет полное право на все человечество. Он положил свою жизнь. Он купил у тебя свою жизнь. и все, что живет его, Бога на этой земле будет возвращено в дизайн неба. Понимаете? Все, что Бог положил сюда, он все равно заберет свое и будет возвращено в дизайн. Сегодня пришло время, когда Папа тебя будет очищать через телесную боль, финансовую проблему, через одиночество, да, все, что угодно. И вообще хотел он эту тему называть настоящий христианин голый. Ну, подумаю, знаешь, ну, правда, хотел так назвать. Настоящий христианин, он голый. Я и говорю, не за одежду, не за... Настоящий христианин, он голый. Когда он, когда ты стоишь перед Богом, когда ты окажешься голый в своей жизни и у каждого свои понятия на годы, то ты поймешь, что тебе нужно. Ты никогда не выберешь сторону дьявола, сторону греха, ты всегда выберешь сторону Иисуса Христа. Тогда ты, когда ты будешь голый, когда тебя Бог возьмет и будет очищать от всего, что у тебя было в этом мире, он будет тебя вычищать, и когда ты будешь голый, ты примешь решение стопроцентное быть с Иисусом Христом. Только тогда, когда ты будешь стоять перед ним без ничего. Но этот дьявол пытается у меня забрать последние финансы, этот дьявол у меня пытается забрать моих друзей, этот дьявол вообще тут разрушил весь мой авторитет, этот дьявол, послушай, я хочу сказать, этот дьявол, этот дьявол пытается здесь мне козь не строить, слушай, я хочу сказать, послушай, если дьявол тебе это все навязал, когда ты был оценен от Бога, зачем сегодня ему забирать то, что он дал тебе, то, что тебя останавливало перед папой, скажи. Понимаете, что? Ты был отключен от неба, сегодня ты стал приближаться к Богу, и сегодня у тебя стали быть какие-то стали неприятности. Ты шаг, а у тебя совсем другой, ты шаг от дьявола отойди, от дьявола вообще это не нужно. Тебя папа вычищает, он хочет, чтобы ты был полностью такой приятный. Он хочет, чтобы ты был вообще просвещенный перед ним. Скажите, я всегда привожу пример Ник Вучича. Парень, вообще молодежь, посмотрите, ребята, посмотрите, если кто не видел. Парень без рук, без ног. Скажите, Бог смотрит на него несовершенно? Бог смотрит на него полностью здорово. Бог, что не тяжело ему дать ему руку, ногу, и все остальное. Он счастлив, потому что все в его жизни принадлежит Христу, а Христос принадлежит Богу, понимаете? Вот на этом он и живет. Собирается множество, множество тысячи подростков, когда он проповедует. У него огромный бизнес, он может все, нырять, плавать, он снимается в кино, он женился. Прекрасная, красивая девушка, скажите, что-то это остановило, потому что у него красота Бога, ноготы. Он чистый. Даже эту девушку не смутило, что у него нет ничего, кроме и тела. Она вышла за него замуж, я несчастлива. Вот поэтому Бог иногда не видит наши боли, наши физические боли. Вот поэтому Бог не видит наши, не слышит наши крики, когда мы кричим Бога, нам нечего кушать. В Германии здесь нет проблем, есть много людей, а почему в Африке множество, христиане задают вопрос, а почему здесь так, а почему это потому, что Бог не видит этого. Бог не хочет этого видеть, Он хочет видеть твой Дух, Он хочет тебя видеть ногой, Он хочет видеть тех детей в Африке, которые и семьи, которые не поклоняются сегодня идолам, а они выбирают Иисуса Христа. И все, что там спланировано, все эти миссии, половина это миссии просто бизнес христианский. Тема для всех, неважно, выбрал ты сегодня жить Иисусом или нет, но ты принадлежишь Иисусу Христу, ты полностью принадлежишь Иисусу Христу. Многие не понимают этот механизм задерживаться своими чувствами и прошлом, пытаясь сохранить и удержать все, что тебе дал Бог. Я говорю за то, что дьявол тебе навязал все и мы теперь все сослали на дьявола. Нет. сегодня Папа просто многих очищает от некоторых вещей и когда ты будешь чувствовать себя в дискомфорте, ты еще больше будешь взывать к нему. Колоссянов 2, 9. Ибо вся полнота божественная заключается в нем, в том, кто принял человеческий облик, вы достигли полноты своей в нем, в том, кто глава над всеми правителями и властьями. Иисус глава над всеми. Там были фарисеи, когда вы видели фильм, когда вели Иисуса Христа. Он вел их всех, потому что Он их победил. Они еще не понимали, что они проиграли. Но Иисус Он уже победил, когда они шли и все за Ним и смотрели эту боль. Иисус сделал наглядно. Он выиграл тебя на глазах у всех. Он не скрыл свою смерть там, где никто не видел. Он показал наглядно, Он показал пример так, как Он выиграл тебя. И ты принадлежишь Ему. Даже те фарисеи, все, кто Его пытали, а не принадлежали уже в тот момент Иисусу Христу. В Нем воплощено и ваше обрезание и необрезание, сотворенное руками человеческими, когда освободились от всей греховной натуры. через обрезание, совершенное Христом. Это случилось, когда были вы похоронены с Ним вместе во время крещения. Многие из вас приняли водное крещение, при котором вы также воскресли вместе с Ним через веру вашу в деяние Бога, кто воскресил Его измертым. Я хочу перевести просто. Смотрите, многие христиане приняли свои жизни просто утопить свою старую жизнь при водном крещении. И это просто момент, но этот момент, который решает твою жизнь. Ты принял решение отдать свою жизнь Христу, ты принял решение посвятить свою жизнь служению Богу, и ты свою жизнь просто там утопил, утопил в этой воде. Ты принял решение, этот момент был в твоей жизни. Он был в твоей жизни. И ты получил реальную свободу тогда, когда ты принял это решение и это сделал. Не так ли? Но проходит определенное время, и так живут множество, 90% христиан. И христианин ногой, который оставил все, который уже стоит, отдал все Иисусу Христу, он пытается нырнуть назад за тем, что он утопил. Вот почему наше христианство, оно очень-очень нырненно приближается к Богу, потому что тогда, когда ты принял решение утопить всю свою жизнь, мы возвращаемся назад. Мы пытаемся снова и снова достать то, в чем мы жили, наш комфорт, понимаете? Мы пытаемся достать сначала нашу одежду, потом пытаемся еще и еще достать. И все это привести в порядок механизмами этого мира и механизмами церкви. Настоящей церкви в нем. не пытайся нырять прошлое. Твое прошлое необходимо для твоего настоящего, чтобы ты свидетельствовал о том, кто должен жить в будущем. Калосянам 2.13 Вы были мертвы духовно из-за грехов своих, из-за того, что были обрезаны. Но Он дорвал вам жизнь вместе с Христом и по милости своей простил нам все прегрешения наши. Он уничтожил перечень всех обвинений, которые существовали против нас, и устранил с пути нашего, пригвозил его к Христу. Он обезоружил правителей и власть и обличил их всенародно. И с Христом впереди повел за собой, как пледникам в шествии победителя. Так пусть никто не диктует, что вам есть и пить. А также насчет еврейских обычаях. Как вам справлять праздники, новолуние или день субботный. Это относится сегодня к нам. Пусть вам никто не диктует, как отмечать сегодня Пасху. Как правильно сегодня поставить и разложить яички и как правильно сегодня поставить свечечку на Пасхе. Пусть вам никто не диктует, получите. Здесь Бог говорит свобода. Ведь это все только тень грядущего, а настоящее принадлежит Христу. Понимаете? Ты жил в прошлом и сейчас еще многие живут в прошлом, но настоящее принадлежит Христу. Христос полностью, и Ему все принадлежит. Так пусть же не осуждает вас никто и те, кто сам находит удовольствие в самоуничижении и поклонении ангелам. На основе того, что предвиделось Ему во время посвящения. Так он человек раздувается от гордости безо всякой причины руководимый умом своей плоти. И не придерживается главы, благодаря которой все тело, поддерживаемое и соединенной воедино связками и сочленениями, растет перед Богом. Тело — это церковь. Когда мы все вместе соединены, тогда растет тело. Вы умерли с Христом и освободились от главенствующих стихий мира. Так зачем вы подчиняете таким правилам, как если бы жили в миру? Ты умер с Христом, ты принял Христа. Если кто не принял, есть возможность принять Христа. Еще ни одному человеку не было хуже, который жил с Христом, с Иисусом Христом. Вознайте Богу славу! Люди боятся, боятся прикоснуться к этой книге с полки. Они боятся открыть, а я ничего там не понимаю. Люди боятся сегодня прикоснуться пойти в церковь, потому что боятся потерять то, что они сами создали своими руками. И Иисус заберет все. Не дьявол. Дьявол будет тебя оставлять и возвращать все, что будет забирать Иисус. Он будет тебя возвращать, назад. Он будет возвращать твою старую работу, где ты непонятно, как работал. Он будет возвращать твоих друзей, которые привели к тебе к каким-либо грехам. Молодежь знает. Наркота, алкоголь и поехала. Я сам был такой. Развитая страна. Молодежь, мы собирались по подвалам. Мы оборудовали себе подвалы на ночь, где собирались, там курили. Приходишь невозможно. Мама, кто курил? Ну, старшие курили. Там такое происходило. Сейчас я не знаю. Ты будешь возвращаться назад, а тебе будет пихать этот мир снова. Очень тяжело отсоединиться, очень тяжело забрать, оставить все, что вокруг тебя. Попробуй оставить, все вокруг тебя не получится. Все, что навязал дьявол, оно так же будет тебе возвращаться, но если ты войдешь в крест, ты будешь свободен. Люди боятся. Люди боятся поехать на энкаунтер. А что там происходит? А ничего. Встреча. За тебя молятся, ребята. За тебя борсятся. Тебе проповедуют. Да просто пообщайся, выйди в отпуск. Люди боятся Христа. Когда говоришь на улице за Иисуса Христа, то от тебя уже отворачивают голову. Когда ты в своем обществе, в мире говоришь за Иисуса Христа, то тебе считают ты не такой, ты вообще поехал. Люди будут сторониться всегда, кто принял Иисуса Христа. Иисус говорит, что я тебя освободил от всех твоих стихий. Все твои стихии, они остановлены. Все, что ты везде получал крах, послушай, в настоящем ты этого не видишь и не увидишь. Это придет. Это время. Все стихии твоей жизни остановлены. финансовые болезни, твои неудачи или где ты двигался, все твои стихии, они уже остановлены, поверь. На кресе все остановлено, все стоит, все уже стоит. Стоп. Единственное, нужно время восстановления. Время восстановления и процесс. До этого мы читали место обрезания. Обрезал. Рана. У тебя появилась рана, которая сегодня открыта. Которую сегодня невозможно зашить. Все вы знаете, что врачи, они не зашивают раны, которая уже больше суток была открыта. Врачи ее не трогают и тогда происходит момент самозаживления. Я не говорю за глобальные там раны, я говорю, нательные раны, кто-то резался, еще что-то повреждал себе, раны кожи. Ее не зашивают врачи. Так и ты отрезан и обрезан и сегодня нужно потерпеть эту боль в твоей ране. Потерпеть то, что, где тебя обрезал Иисус Христос. С момента покаяния у тебя открыта рана. пойми, рана Иисуса Христа. И она затянется. Она сто процентов затянется. Все просто. Просто нужно начать и просто наполнить себя простыми вещами. Начать понять, кто ты есть такой. Если ты хочешь служить, то стань уже внутри лидером. Если ты хочешь иметь счастливую семью, стань. Стань хорошей, заботливой женой. Если ты хочешь иметь также парня семью, стань заботливым мужем и отцом. Стань хорошим ребенком для родителей. Если ты хочешь, чтобы твое будущее начало превращаться в нормальную радостную жизнь Христом. Внутри встань. Даже если сегодня в твоей жизни не получается этого делать, ты встань внутри им. Встань, будь. Скажи, я все равно буду хорошим. Настанет момент в твоем будущем и настанет момент, когда тебе скажут, да, ты изменился. Это процесс одного дня ничего не решает. Настоящее не решает всю твою жизнь. Даже если сегодня тебе сказали, ты не такой, и ты еще не изменился, но стань им уже внутри. И еще один важный момент хочу затронуть. Я и сыр, а и на ищущий самим. Аминь. Два градуса повышения температуры люди дома, да? Человека очень легко остановить. 36-37 он уже дома, 36. Вообще одно деление. Ну, не так. 37-1. Да, для мужчин 37-1 уже все. Особенно. Лучше умерить, да? Иисусу. Иисус говорит, ты здесь еще, еще не голый. Ты мне не нужен со своим хламом, мусором. Туда не зайди с мусором, понимаешь? Пока ты голый не будешь, не войдешь в крест. Да. Он уже В важных ярких событиях жизни Иисуса на земле Всегда был человек Всегда Читая Библию Я говорю за Новый Завет Жизнь Иисуса Христа Всегда был человек Иисус рожден Женщиной Иисус Рожден свыше Человеком Иоанном Иоанн его крестил Иисус Выполняя свою миссию Был с учениками Иисус Шел на крест Он шел Симоном Кирианином Ему так же этот человек Нес крест Я сегодня размышлял над этим моментом Вы знаете что есть случаи Что Бог Некоторых и заставит Нести крест Симон Он шел там Жил свою жизнью Его взяли фарисеи И заставили нести крест И он не мог отказаться И потом он принял Иисуса Христа Я говорю о том Что если есть Если есть Часть Бога В тебе Он всегда тебя вытернет Он любыми путями Заберет то Что принадлежит Богу Ему Любыми путями И не важно И не важно Сегодня мы Переживаем За своих родственников Мы знаем Что если мы здесь То Иисус Христос Уже живет в них Бог любыми путями И не только ты нуждаешься Сегодня в Боге И в каких-то движениях От Него Он также нуждается И в тебе Он очень нуждается В тебе Бог Потому что ты есть Часть неба Ты есть тот кусок Который когда-то Он взял И отдал Он дунул себя Он очень нуждается В тебе Ты В тебе Есть сила Сила Его В тебе Есть ДНК Его И не только ты Нуждаешься в Боге Но Он Очень нуждается В тебе Скажите Твои родители Нуждаются в тебе Есть молодежь Которые также Нуждаются в тебе Твои родители Сегодня в твоей помощи А есть и взрослые Дети Здесь сидят Которым по 50 лет Взрослые дети Есть родители Твои родители Также сегодня Нуждаются в тебе В любой заботе Твои родители Нуждаются в тебе Это огромный пример Бог Если посмотреть Жизнь человека Семьи Бог полностью Он открывает себя Правильность семьи Чувств Твои родители Они нуждаются в тебе Бог Он очень нуждается В каждом из нас Так Иисус Который умный за нас Он нуждается В каждом из нас Потому что Мы принадлежим Ему Пришло время встать Встать непросто Прийти в церковь Встать Рядом с Иисусом Христом Ему уже не нужно Помогать Нести крест Его не нужно Там с ним Проходить вместе Ему Сын С ним нужно Пойти Почему Бог Помните Избрал рыбаков Вы знаете Что они там Ловили рыбу Они были голые В лодках Они уже были ноги И он подошел Не к фарисею А наряженным Он подошел К обычным рыбакам Говорит Эй пошлите У них не было ничего Они даже рыбу В тот день Не поймали Так Иисус Он призывает тебя Чтобы ты сегодня Поднялся И пошел Вместе с Ним Я говорю Я человек Здесь Рожденный На этой земле Но я верю В Иисуса Христа И я говорю Что хуже тебе не будет Все что тебе не нужно Иисус тебя просто Очистит И освободит И подайся Этому процессу Не сопротивляйся Вот почему Некоторые Очень тяжело Находиться в церкви Потому что Это такая война Да Это война уже Иисуса И дьявола Все что тебе нужно Это поддаться В процесс Если это не твое Оно от тебя уйдет Если оно твое Оно всегда с тобой будет Оно будет прикреплено К тебе Пришло время Остаться Иисусом И последний момент Помните Когда разорвалась Завеса В храме Так и твоя старая одежда Она полностью разорвалась Ее не шить Ничего не шить Все что было у тебя Ничего не соединить Мир Есть в мире поговорка Разбитая чаша Уже не склеивается Не склеивается твоя Все что было разорвано Иисусом Оно не склеивается Оно не сшивается Никогда Завеса разорвана Сереж Можно Дим У вас Такая тема Что Я верю Что Вас все докоснулось Единственное Я хочу сказать То что я хотел Донести вам Что Иисусу Предназлишит Все Ему Ему принадлежит Весь этот мир Дьявол Осталось Читанные Дни У Бога Нет времени А твоя вечность Это твой выбор Выбор Который ты должен Сделать сам Своей жизнью Выбор Который принесет Спокойствие Твоей жизни Выбор Который Который изменит Полностью Твое направление Твоей жизни Выбор Который принесет Твою жизнь Радость Выбор Который принесет Твою жизнь Любовь И победу Во всех сферах Иисус Умер за каждого из нас И на смесе Если Иисус Он поднимался После всех этих ударов Когда Его вели на крест Скажи Можешь ли ты подняться Я скажу Да Потому что И вся сила в тебе Все оставил Иисус Здесь на земле Он оставил Свою силу И свою власть И я хочу тебе сказать Сколько бы ты Не падал В своей жизни Ты всегда Сможешь встать Всегда В любой ситуации Ты можешь встать И пойти Твой выбор Так почему Бог Сделал нас свободой Свобода Свобода в духе Давайте сейчас поднимемся Закройте глаза Отключись От этой сейчас обстановки Сегодня особый день Сегодня твой день Сегодня день твоего выбора Выбора твоего будущего Будущего твоих Твоего окружения Выбор будущей твоей семьи Выбор будущей Все зависит от тебя Настолько Насколько Ты сегодня Примешь решение Каким путем Тебе сегодня Пойти Или ты выбираешь Сегодня дьявола Который пришел Обманом на эту землю Или ты выбираешь Иисуса Который Присех Прилюдно Взял И пошел За каждое человечество Не важно Что ты сегодня делаешь Какие ошибки Ты совершаешь И в чем ты живешь Важен твой выбор Для Иисуса Он ждет этот выбор Он ждет Он ждет твоего сердца Он ждет Когда ты скажешь Иисус Я выбираю тебя Я выбираю тебя Я выбираю тебя Я выбираю силу Которую в тебе Я хочу быть В этой жизни Я выбираю тебя Тебе не нужно Сегодня каяться Тебе не нужно Сегодня доказывать Его Любовь Свою любовь Ему Тебе просто нужно Сказать Иисус Я выбираю тебя Я верю Пусть ты умер Две тысячи лет назад За меня За всех Кто вокруг меня За тех Кого я знаю В этой жизни Ты умер За меня Иисус И я выбираю Сегодня тебя Пусть эта фраза Пусть эта фраза Спасет тебя Тогда Когда тебе Будет тяжело Тогда ты Когда ты Окажешься В совсем Самой сложной Ситуации И не сможешь Справиться Запомни эту фразу Иисус Я выбираю тебя Иисус Я выбираю тебя Иисус Пусти его Своё сердце Пусть войдёт Твоё сердце Пусть войдёт Своё сердце То Что боится Боится Этот мир Пусть войдёт Твоё сердце Иисус Иисус, сегодня праздник, сегодня Его победа, Иисус, Иисус живой, Он наш Бог живой, Иисус везде, Он здесь сейчас с нами, с другими, Он везде, Он даже в твоем доме. Просто ты его не замечаешь, ты его не замечаешь из-за своего мусора, который ты и сам себе создал. Вокруг этого мусора ты не видишь Иисуса в местах, твоя жизнь завалена мусором, который сегодня нужно разрасти. Как бы ты не убегал от самого себя, как бы ты не убегал от того, что принадлежит тебе, поверь, все, что находится в твоей жизни, принадлежит Христу. Все. Благослови всех, кто здесь находится, благослови всех каждого здесь стоящего. Пусть придет в эту жизнь, Отец, новое, великий Господь, я пророчествую всем стоящим здесь, новая жизнь в Иисусе Христе, новая победа, новое начало, новое понимание неба. Отец, благослови свой народ, благослови своих детей, Отец, мы верим, Отец, в тысячную армию твоих детей. Мы верим, Отец, что поднимется новое поколение, поднимется молодежь, которая будет проповедовать об Иисусе Христе. Поднимутся люди, которые будут гореть в славе и в огне Бога. Отец, я прошу тебя в этот день, открой портал, открой новый, Отец, новое начало, которое будет течь с этого дня, великий всемогущий Бог, Отец. Разрушай сейчас все цепи, которые не дают, Отец, пройти, пройти к тебе, великий Бог. Бог, открой, открой тех, кто сегодня боится, кто сегодня переживает, кто сегодня, Отец, боится смягчаться со своим прошлым. Мы верим в новое, мы верим в новое начало, мы верим в новое начало здесь, в этом городе, начало огня. Мы верим, что все, что здесь начинали люди, люди, преданные Иисусу Христу, будут дальше продолжать гореть, будут дальше продолжать пылать. Все, что строили люди, все, кто отдал свою жизнь за Иисуса Христа, придет передача, как огонь передается, Олимпийский, так и сегодня. Бог передает этот огонь каждому, кто любит Иисуса, кто правда посвятил Ему свою жизнь, и все, что тебе нужно передать дальше, это огонь тому, кто рядом с тобой. Мы не будем больше доказывать, мы не будем больше тащить, мы будем гореть, славяя Его. Это Его служение. Отец, спасибо тебе за все, спасибо тебе за каждого, за его сердце, спасибо за те, кто с нами, кто поддерживает это служение великий, драгоценный семьи. Это не просто человек, это не человек, это Бог, Он Бог, только Он, Он может приводить семьи с других стран, которые сегодня жертвуют в это служение, чтобы это служение состоялось. Проводились конференции, он разполагает своих детей в сердце, и те люди, понимая, за кого я говорю, я благодарю вас, я благодарю вас, те, кто сегодня смотрит нас, спасибо вам. Здесь мы передаем, мы вас любим, мы вас обнимаем, мы любим вас за вашу жертву, за ваше благословение, за ваши молитвы, за ваши переживания. Не важно, сколько нас здесь находится, Иисус везде, Его дети везде, важно твое отношение к ним, поздайте Богу славу, будь благословен, Иисус воскрес, еще раз поздравляю вас с этим праздником. Субтитры создавал DimaTorzok